здравствуйте рад встречи с вами наш лагерь очень прекрасен правда многие люди получают обновление в своем сердце для того чтобы иметь радостное сердце вам необходимо наполнить его радостью сколько бы не было прекрасных событий и радости вашей жизни но если в вашем сердце печали вы не можете радоваться и знаете майн это наука которая изучает как мне управлять своим сердцем как мне побеждать соблазны или трудности как я могу сохранить покой мир в своем сердце откроем с вами евангелие от иоанна восьмую главу с первого стиха евангелие от иоанна восьмая глава я прочту с первого стиха и слушай пошел на горы лионскую а утром опять пришел в храм и весь народ шел к нему он сел и учил их тут книжники и фарисеи привели к нему женщину взятую при любодеянии и поставив ее посреди сказал ему учитель эта женщина взята при любодеянии а моисей в законе заповедал нам попивать таких камнями ты что скажешь говорили же это искушая его чтобы найти что-нибудь к обвинению его но иисус наклонившись низко писал перстом на земле не обращая на них внимания когда же продолжали спрашивать его он восклонившись сказал им кто из вас без греха первый брось на нее камень и опять наклонившись низко писал на земле они же услышав то и будучи обличаемой совестью стали уходить один за другим начиная от старших до последних и остался один иисус и женщина стоящая посреди иисус восклонившись и не видя никого кроме женщины сказал ей женщина где твои обвинители никто не осудил тебя она сказала никто господи иисус сказал ей и я не осуждаю тебя иди и впредь не греши каждый год для того чтобы изменить молодежь мы проводили в международные лагеря поэтому наш вольт кемп стал очень известен несколько лет назад в мероприятии универсиада в эфиопии мы также выступали главными организаторами и много организации приглашают нас разные страны на самом деле когда мы болели мы не знали причину почему уже так происходит но сейчас когда мы можем хорошо диагностировать легко мы берем кровь анализ крови и мы изучаем состав в этой крови если там какие-то вирусы и если вот этот вирус вырастает его потом разделяют и разделяют на пять или на десять и изучают и в каждую пробирку помещают какое-то лекарство берут и разные лекарства вкладывают туда и потом медики изучают какой же пробирки больше вируса погибло из этого аппарата и тогда они делают укол и носят это лекарство человеку из-за того что вирус он заставляет нас болеть но так как нельзя проводить опыты исследования на человеческом теле берут кровь у человека и они занимаются исследованием этих вирусов которые находятся в крови то есть они разводят эти вирусы и начинают исследовать их тестировать и потом находят препарат который больше всего убивает этот вирус и потом это становится уже препаратом от этой болезни да например вы имеете мигрень или простуду это все происходит от вируса но когда нашли как же изучать микробы вирусы тогда люди могут производить лекарства я знаете был в Африке я заболел малярией да я заболел малярией я находился в немного прохладной стране и потом приехал в Африку и тогда я когда приехал в Африку меня спрашивала одна жена служит почему вы что с вами пастор а мне кажется я простудился пастора жена удивилась это Африка пастор это не Корея срочно она меня отвезла в больницу и у меня взяли анализ крови и потом мою кровь поместили на стеклышко и размазали и потом я увидел что они поднесли к свету и начали сушить и потом они начали добавлять туда какие-то медикаменты это препарат который окрашивает только вирус малярии и мою кровь высушили на стеклышке под лампой потом посмотрели вместе в микроскопе и это была малярия то есть обнаружили вирус малярии во мне да и мне сказали так как это была начальная стадия мне дали просто какое-то лекарство я смог быстро вылечиться но знаете если бы вовремя не выявить эту болезнь тогда несколько десятков тысяч каждый год погибает от малярии в Африке таким образом микробы, вирусы заставляют нас болеть также и в нашем сердце если находятся неправильные мысли если вирус попадает в организм тогда появляются малярии или другие болезни но также и наше сердце болеет если мы узнаем какие мысли и как они действуют в нашем сердце да и знаете самый лучший знаток человеческого сердца это Иисус если мы принимаем его сердце в свое сердце да мы не можем потрогать сердце Иисуса не видели никогда это не снято на камеру но если Иисуса церковь Иисуса сердце находится в нем и оно создает любовь мир и радость знаете что нам нужно сделать для того чтобы принять сердце Иисуса мы не сможем через инъекцию или каким то образом но мы можем принять слово Иисуса тогда мы принимаем его сердце если мы читаем с вами книгу Евангелия Иоанна там знаете написано Иоанн начал свое послание так в начале было слово и слово было у Бога и слово было Бог вам нужно хорошо знать вам нужно хорошо знать когда мы сеем пекинскую капусту там же не растет редька или другое что то если мы сеем морковку тогда или орех если арахис мы сеем тогда арахис вырастает также и в нашем сердце если мы посеем там сердце Иисуса тогда в вашем сердце будет расти это сердце Иисуса в начале было слово и слово было у Бога и слово было Бог оно было в начале у Бога все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть в нем была жизнь и жизнь была свет человеков если мы еще немножко прочитаем что написано и свет во тьме светит и тьма не объяла его и дальше ниже написано написано о том как Иисус приходит в этот мир то что слово стало плотью и пришло к нам полная благодать истин и мы видели славу его славу как единородного от отца да написано что слово стало плотью и обитало с нами мы видели славу его славу как единородного от отца это показывает Иисуса нам а дальше что же написано очень интересно и сказал что он пришел к своим но свои не приняли его правильно а принимающий это тот который верит слышит и верит то есть если мы посеяли арахис он должен вырасти если посеяли пекинскую капусту тогда она вырастет если мы пшеницу посели тогда мы увидим пшеницу Библия говорит то что наша плоть это прах знаете я в детстве рос мой отец был фермером поэтому он я помогал ему вы знаете самый известный арахис это из Сонзана и как раз это мой родной город и там течет река Нактон и получается Нактон река и Камчон реки они встречаются и знаете где же Камчон река начинает свое течение когда мы едем на город Эдуок в наш конференц-зал там есть один мост вот это маленькое течение оно перетекает в течение Нактон и потом перетекает в реку и Кам это означает и Кам это означает Кам значит сладкий и течение это течение сладкое течение да и знаете когда летом когда мы занимались посевом тогда не хватало воды в водохранилищах но из этой реки Камчон мы брали воду и она на самом деле была очень сладкой да знаете когда Нактон речка была часть она очень широкая потому что где-то до километра достигает ее ширина и я учился плавать в реке Камчон и я учился плавать в реке Камчон знаете моя невестка она раньше была плавчихой она училась в школе для плавания и она хорошо плавала а я просто заходил в реку и плавал и когда она меня спрашивала как вы отец научились плавать я учился в реке кто вас научил я просто научился она просто уходила от метра то есть это означает что я неправильно умею плавать у меня нет правильного мастерства и знаете в реке дно это песочное именно этот песок он самый мягкий более мягкий чем другие именно там хорошо очень растет арахис знаете у нас не было много еды и знаете когда я был маленький тогда мой отец очень хорошо заботился о нас он посеял много деревьев в хурмы и он собрал самые лучшие ветки самые лучшие корни и привил хорошим деревьям мой отец он выращивал хурму и знаете когда он ушел из этого мира тогда вместе погибли эти деревья когда я был маленький я видел что отец очень заботится о нас и знаете когда мы собирали арахис и он далеко находился от нашего дома поэтому мы тогда же складывали его на повозку и очень поздно возвращались домой и у нас было очень много арахиса во дворе и когда арахис твердый имеет ядро нельзя есть его мы продавали этот арахис и если другие мы если мы посадим арахис тогда вырастет арахис если у меня взгляд фасоль да и знаете есть такая пословица если посеешь горох тогда вырастет горох если посеешь фасоль тогда вырастет фасоль мы посеем горох тогда горох и вырастет если съем красную фасоль тогда она вырастет наше сердце не он подобно вring к Bush Мы сеем туда Слово Иисуса. В первом послании Петра написано, что Господь искупил нас навсегда. Да, и духовная жизнь — это не так трудно. Знаете, очень многие люди имеют сомнения. Они имеют недовольство. Почему же? Ну, если горох посеять, тогда горох и вырастить. Если посадить посоль, тогда посоль появится. Все зависит от того, что же мы посеем на поле своего сердца. То и вырастить. Но что же говорить? Что же говорит нам Библия? То, что Слово — это есть семя. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, очень интересно. Неважно, какой человек, он встречается с Иисусом. Очень подробно написано о том, как человек общается с Иисусом. И здесь есть два вида людей, которые принимают Слово Иисуса, и те, которые не принимают. В Евангелие от Иоанна 2 главе написано, о пире в Кане Галилейской не хватало вина. И Мария сказала, что вина не хватает. А Иисус сказал ей в ответ, что мне и тебе, жена, еще не пришел час мой. То есть, знаете, оно не звучит, как корейский язык, а что-то непонятное. И что же сказала Мария? Что не скажет, что скажет он вам, так сделайте. Есть часть, с которой я понимаю, могу согласиться. А есть то, что я не понимаю и не хочу принимать. В основном люди, то, что совпадает с их мнением, они принимают. То, что нет, тогда не принимают. Но что же такое значит, что скажет он вам, то сделайте. Это значит, ваши мысли не важны. Какие бы у тебя мысли не были, принимай то, что говорит Иисус. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, неважно, какие есть проблемы. Когда мы принимаем Слово Иисуса, тогда все проблемы перестают быть проблемами. На пире в Кане Галилейской не хватало вина. А когда Иисус сказал, это никакая проблема не становилась. И во второй главе Иисус поднялся в храм. Он ничего не сказал, но он выгнал всех животных, коров и овец из храма. И он сказал, не делайте домом торговли, дом отца моего. Иисус, он сделал так, чтобы дом отца, то есть храм, он стал святым и ничем не засорен. И если Слово Иисуса, сердце Иисуса находится в вашем сердце, словно как Иисус выгнал всяких волов, овец и голубей, также если Слово Иисуса попадает в ваше сердце и находит место там, тогда какие-то искушения, страхи, тьма, все он может выгнать. Это очень удивительно. Библия говорит нам. В пятой главе, в двадцать четвертом стихе, написано, истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Когда мы читаем с вами Евангелие от Иоанна, люди, которые принимают Слово Иисуса, независимо от того, какая же проблема или какие обстоятельства постигают их, это не беспокоит их. Да, знаете, вчера вечером я также делился с вами. А сегодня утром я вижу, что очень много групп разделились. Я, конечно, вовсе не смог зайти, но в некоторые я зашел. кто-то говорил о полицейском, кто-то очень подробно общался об этом. была такая группа, которая учила петь, которая учила танцевать. Я даже не понял, откуда такие удивительные, потрясающие учителя, но это было прекрасное время. И сказали, что сейчас 54 миллиона с лишним участников. То есть все это студенты со всего мира смотрят трансляцию. 54 миллиона. Это на самом деле все население Кореи. Посредством онлайн-трансляции мы можем проповедовать, можем транслировать программу. И я очень благодарен за то, что можем делиться о мире души. Когда мы закончили программу «Гуднюс Корпс», и студенты возвращаются домой, они очень многие сотрудничают с «Гуднюс Корпс». Но также есть те студенты, которые съездили волонтерами, но потом не имеют связи с церковью и уходят. Но также через кемп, они через этот лагерь, они получили связь и вместе участвуют. Вы знаете, это очень много есть разные направления и программы. Очень много программ. И мне сказали, чтобы я читал майнд-лесцы. На самом деле, я научился майнд-лесцы Да, но я не могу, конечно, не говорить о Библии, и поэтому я вот так читаю вам майнд-лесцы. Когда мы читаем Евангелие Диана, Иисус – это Бог. В начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью. И обитало с нами полная благодать истины, и мы видели славу Его, славу как и всенародного Отца. То есть, Иисус – Бог, Слово стало плотью и пришло к нам. Мы можем определить, мы получим благодать, или же проклятие своей жизни от того, принимаем ли мы Его Слово или нет. Когда Иисус поднялся в храм, было очень много там людей, которые торговали разными животными. И тогда Иисус начал бить и выгонять всех из храма. И таким образом грязный запачканный храм стал чистым. Это очень просто. Храм показывает наше сердце. Там, где должен жить Господь. Есть грех. Есть разные, получается, животные. Оно запачкано. Но Иисус выгоняет. Я в 1962 году встретился с Иисусом. Я до сих пор, до тех пор, я жил очень грязной жизнью. Но знаете, за что я благодарен был, когда я жил посредством Иисуса. То, что Иисус выгнал из моего сердца мысли о тьме, разные проблемы и слабости. то, о чем я дальше представить не мог, сейчас живет в моем сердце. «Именно Слово, оно действует в моем сердце». Как человек, который 308-летний больной, был, у него были мысли, то, что он не сможет встать. Но Иисус сказал, «Встань, возьми постельку и ходи». Слово Иисуса отличается от наших мыслей. Потому что в Слове Иисуса вместе есть сила, которая может осуществить это Слово. Это мне больше всего нравится. Знаете, когда я попал в армию, еще недолгое время я находился в тренировочном центре. Больше всего меня обрадовало то, что я проповедовал Евангелие, и трое человек получили спасение. Ким Чан Уон и Сон Сун Джон, они вместе работали со мной. Таким образом, мы 10 лет, простите, 16 недель мы проповедовали и работали на Евангелие, находясь в части. Я был 28-й группой 30-11-го набора. И Ким Чан Уон был 29-м, и Сон Сун Джон был 30-м. Я был ответственен за наше образование. Ким Чан Уон занимался оборудованием. А Сон Сун Джон, он занимался образовательным офисом. И когда мы заканчивали работу, когда нам нужно уже подводить итоги и заканчивать работу, да, и знаете, когда ужин было время, мы встречались вместе, шли, мы поехали в столовую, и тогда мы увидели, что наш начальник базы, он идет навстречу, мы такие, ой, это наш начальник, о, честь вам! Тогда наш начальник, он также отдал нам честь, и пошел. И потом сказал, эй! И потом мы обернулись, этот начальник нашей базы, он позвал, подойдите сюда, мы подошли, мы дали честь, сказали, вот, по вашему приказанию мы прибыли. и вы знаете, он был полковником, а его осцент был капитаном, и тогда он попросил, он попросил, сказал наградить, наградить нас, своему ассистенту, и тогда мы, он подписал своей рукой, знаете, тогда было у нас утреннее собрание, и он сказал, объявил тогда наши имена, троих, сказал выйти вперед, и мы вышли, он прочитал, эти солдаты всегда были ответственные, они очень имели чистую совесть, он очень хорошо хвалил нас, тогда он дал нам на 5 дней и 4 ночи отпуск, нам было очень радостно, и Ким Чжан Вон поехал в отпуск, а Сон Сун Чжон, мы были вместе с ним, мы поехали в школу, в Тэггу, в Апоктун, в Чампали, да, о, я хотел поехать домой, но ты меня взял с собой, да, нам очень было радостно, Иисус вошел в мое сердце, когда Иисус вошел в мое сердце, как я принимаю его сердце, Иисус, Он выражал то, что есть в его сердце, словами, и тот, который принимает это слово, которое говорил Иисус, они все изменяются, так как 38-летний больной лежал у купальни, сколько бы он не хотел встать и пойти, он не мог этого сделать, 38 лет он лежал. Представляете, когда отец его был жив, он сколько старался вылечить своего сына, он хотел встать и падал, встать хотел и снова падал, я не могу ходить, у меня и сохли ноги. На протяжении 38 лет он имел такое давление в своем сердце. И что же он говорил на протяжении 38 лет, я не могу ходить. Нет, ты тоже можешь. А я хочу попробовать. Он пытался вставать, но он снова падал, снова и падал. Почему я не могу ходить? Я хочу в этот раз встать. Он много десятков раз пытался встать. Но когда около 38 лет прошло, он очень точно узнал тот факт, что он не сможет ходить. Я не могу ходить. Я хотел ходить. Я старался встать. Я попытался встать, но у меня не получается. Не получается. И он стал 38-летним больным. Однажды он встретился в купальне Вефезда с Иисусом. Иисус подошел и сказал, хочешь ли быть здоров? И он сказал, что я хочу выздороветь, но не того, кто может меня отнести в купальню. Потому что, когда я прихожу, прежде кто-то сходит уже. Тогда Иисус сказал, встань, возьми постель твою и ходи. Это слово посредством вибрации и по воздуху оно попало в уши этого человека. До сих пор 38 лет он остановился, пытался встать и пойти, но у него не получилось. тогда он признал в сердце, я не могу ходить. Но слово Иисуса говорит, встань, возьми постель твою и ходи. тогда сердце этого человека наполнилось той мысль, что он не сможет ходить. Это очень точно. Это точно. Но Иисус сказал, встань, возьми постель твою и ходи. тогда в сердце 38-летнего больного до сих пор его сердце было наполнено мыслью, что я не смогу ходить. Но пришло слово от Иисуса, встань, ходи. И тогда оно начало воевать с той мыслью, которая говорит, что не может ходить. Я не могу ходить. Я попробовал. У меня не получится ходить. Это было сердце 38-летнего больного. Встань, возьми постель твою и ходи. Совершенно противоположное слово. В сердце 38-летнего больного начало происходить много колебаний. Я не могу ходить. Я не могу ходить. Я точно не могу ходить. До сих пор он знал, что он не может ходить. Но он хотел ходить. Он хотел ходить, но падал. Снова вставал, хотел пойти и падал, и снова падал. И поэтому эта мысль крепко засела у него сердце, что он не может ходить. Но слово, оно стало плотью и пришло к нам И слушающий и верующий в Него имеет вечную жизнь Этот больной человек, он имел мысль, что не сможет ходить Но слово вытолкнуло все мысли его Встань, возьми по сердцу и ходи Это было не просто слово Это была сила Бога Тогда этот человек больной, он думал 38 лет я жил под властью своих мыслей, под своим сердцем Ну какой же результат, что я получил? Это дало мне большое проклятие и страдание И знаете, что он почувствовал в сердце? Я хочу попробовать принять слово Иисуса Я хочу попробовать то, что он говорит, принять свое сердце Да, знаете, в слове Это семя Поэтому в слове есть сила Давайте еще пообщаемся Наш начальник базы Он сказал ассистенту Ты можешь ли наградить этих солдат? Да, конечно, я могу выписать им награду И потом подпишите, пожалуйста И он написал Да, наши данные он записал Тогда, когда все собрались Да, знаете, я еще не прослужил даже месяца Но нас отправили в отпуск Точно Господь дал мне Если начальник базы говорит Идите В его слове есть сила Если я скажу Эй, ты, иди в отпуск Это нет силы, правда? Но когда полковник говорит Тренировочного центра Говорит мне Иди в отпуск То мое слово и его слово Это огромная разница И также если начальник тренировочной базы И если президент говорит И потом слово президента И слово Иисуса вообще несравнимо Но когда мы слушаем слово Иисуса Если мы принимаем в свое сердце его слово Тогда это слово работает в моем сердце К римлянам 3 глава 23 стих Написано так Потому что все согрешили и лишены славы Божией Написано, что мы грешники А в 24-м Получая оправдание даром По благодати его Искуплением во Христе Иисусе Да, я смотрю на субтитрах Показано две линии Если это слово я принимаю в свое сердце Мы становимся праведными 23-м мы были грешниками А в 24-м мы уже праведники Я также был один из тысяч человек Которые проходили тренировку Я не мог заслужить отпуск Но если наш начальник сказал Идите в отпуск На 5 дней и 4 ночи Тогда Это очень отличается от того Что бы сказал другой человек На самом деле Солдаты сами не могут выйти в отпуск Но если это начальник сказал Тогда мы получили смелость И возможность выйти Когда говорит начальник Когда говорит офицер Когда говорит мы Это очень отличается То есть у него У генерала У полковника Есть больше силы Понимаете? Знаете, очень часто В армии такое происходит Когда брат Ким Саун служил в армии Однажды у нас был в ворлд кэмп Я написал начальнику части Там где служит брат Ким Саун Да, у вас есть рядовой Ким Саун И он работал в нашей миссии И поступил на службу в армию Но этим летом У нас планируется летний лагерь Хорошо, если вы отпустите солдата И он сможет приехать И помогать в организации мероприятий Я очень благодарю Если не будет каких-то трудностей в этом Я буду очень благодарен вам Я отправил такое письмо И когда командир части Он дал ему отпуск Тогда я написал письмо Что я очень благодарен Да, и знаете, однажды я ехал в город Чунжу По делам И тогда пастор Чунжу служил там Я ехал Я рано выехал утром И уже почти приехал И тогда брат, который ехал со мной Скал пастор Вот там служит брат Ким Саун И знаете, я подумал, что Ну, конечно, особенно не смогу угостить Но обедом я хочу угостить брата Ким Саун Я приехал Я приехал к воротам главным И тогда на проходной меня спросили Вы к кому приехали? Знаете, тогда было где-то 10 утра Если я скажу Я приехал к солдату Ким Саун Тогда они непременно развернут меня И скажут Не пустим вас Поэтому, знаете, я сказал неуважительно Я спросил Вот это правильный Такой человек у вас является командиром части Я приехал Навстречу к нему Ой, хорошо, сейчас я его наберу Я впервые познакомился с командиром части И тогда у полковника Сонг Тогда был знаком полковник Пак Он был пресвитером Из итальянской церкви И я тогда поздоровался с ним Тогда что сказал пресвитер Пак? Ну, то есть этот полковник Пастор Пак, как вы так получили, что вы приехали? Вы можете, пожалуйста, проповедовать Этому полковнику, чтобы он получил спасение Поверил в Иисуса Я сказал, да Поэтому я хочу Да, пригласить на конференцию Ой, простите, я же занят Знаете, тогда год был, когда мы проводили Олимпийские игры в Корее И тогда Очень много было слухов, что Северная Корея может вдруг напасть на нас Поэтому не отпускали солдат в отпуск Но тогда полковник Пак сказал Да, ничего страшного Да, вы можете ехать на конференцию Ладно, я лучше отправлю Ким Сонг Хун Да, просто Ким Сонг Хун поедет А я пригласил тоже полковника Да, знаете, очень такая интересная атмосфера у нас была И он сказал Позвал офицера И сказал, отправьте Ким Сонг Хуна в отпуск И тогда он смог выйти Но брат, Ким Сонг Хун тогда свидетельствовал тот день Однажды он читал Библию Все, что не просите Верьте, что получите и будет вам Такое слово он читал Если мое слово войдет в ваше сердце Тогда вы можете просить Все, что хотите Тогда верьте и получите Ой, Господь мне сказал просить Тогда, ой, мне нужно выйти в отпуск Что вы сейчас на конференции Господь говорит мне, проси у меня отпуск Тогда он вышел и свидетельствовал Что он поедет на конференцию Но знаете, из-за того, что были Олимпийские игры Поэтому разные слухи ходили И не отпускали солдат в отпуск Это был суббота Только сегодня нужно выйти Тогда он может участвовать в конференции И он подошел и сказал Я пришел Я пришел И он подошел и сказал Я пришел к вам, командироты Отпустите, пожалуйста, меня в отпуск У нас есть дела в церкви И командироты начал рассказывать То, что, а, сейчас у нас в стране такая ситуация И это не очень безопасно выпускать тебя Поэтому, пожалуйста, потерпи Попозже мы тебя отпустим В отпуск А, хорошо, я понял Он думает, нет, что-то не то Бог уже сказал Верьте, что получите Просите, что Все, что вы хотите И верьте, что получите Да, и он подошел снова и сказал Я хочу поехать Пойти в отпуск в этот раз Пожалуйста Но я же тебе только что сказал Я тебя отпущу попозже Сейчас нельзя А, спасибо, я понял Он ушел Он, Бог же сказал Как обетование Почему не получается И третий раз он подошел Он сказал Здравствуйте, командироты И этот командирот Уже замахнулся Его хотел побить Ой, ну мне точно Непременно сегодня Ехать в отпуск Я же тебе сказала В следующий раз Когда получится Я тебя отпущу Сейчас нельзя Тогда Брат Ким Саун Он вышел И через 10 минут И его звали Ким Саун Иди сюда Да, иди Иди получи Билет на отпуск И он получил Он боялся очень Что его вернут Скажут Ой, нет, подожди Мы ошиблись И поэтому Он очень быстро Выбежал из части И тогда Я пригласил Молковник пригласил Пообедать вместе Да, и знаете Мы очень хорошо Покушали Потому что он узнал Что я пастор И когда я искала Ким Саун Тогда сказали Что он уже Убежал в отпуск Я поехал В Чунджу Знаете Я в таком Прекрасном Расположении Духа Приехал Но брат Ким Саун Не знал Что вот так Произошло Он просто Поверил В обещание И он верил Что Господь Услышал Ответил ему Отправил ему И знаете Мы Сблизились Очень с этим Полковником Я был очень Благодарен Его Господь Именно так Действует Если ты Если прибудет Прибудете во мне И слова мои Вас То чего Не пожелайте Просить И будет вам И чего же нам нужно Что же нам нужно Выучить Следующее Мои слова Вас Пребудут Если в вас Пребудут Мои слова Если Мы принимаем Его слово По вере Если мы Принимаем Его слово Тогда Мое сердце Соединяется Со словом Из сердца Иисуса Сердце Иисуса Попадает Мое сердце Если Такое Объединение Происходит Между мной Иисусом Когда мы Мы можем Видеть Что Господь Во многом Действует В нашей Жизни Иисус Сказал Истинно Говорю Тебе Если Верующий Мое Слово И Верующий Пославшего Меня Имеет Жизнь Вечную Он Имеет Жизнь Вечную Посредством Слова Имеет Святость Это Слово Есть Сердце Бога Это Сердце Есть Слово Это Слово Есть Сердце Иисуса Когда вы Принимаете Слово Иисуса В свое Сердце Тогда Мое Сердце Объединяется С Сердцем Иисуса Если Мы Читаем По Порядку Книгу Евангелия Иоанна Мы Можем Увидеть Как Многие Люди Имели Встречу С Иисусом Они Слушали Слово Иисуса Он Сказал Истинно Говорю Вам Кто Не Увидит Царствие Божие Но Они Не Могут Это Принять Не Понимают Это Правильно Это Непонятно То Что Иисус Делает Или Говорит Мы Не Понимаем Это Правда Но Нам Не Нужно Принимать Потому Что Мы Понимаем Нам Нужно Принимать Потому Что Это Слово Если Мы Принимаем Слово Иисуса В свое Сердце Тогда Слово Становится В нашем Сердце Семенем Когда Женщина Принимает Мужское Семя Женщина Не Может Создать Ребенка Но Приняв Семя От Мужа Она Может Родить Ребенка Если Слово То Семя Попадает В Мое Сердце Тогда В Моем Сердце Образуется Сердце Иисуса Да Это Сердце Иисуса Оно Создает Его Атмосферу Моем Сердце Кремленам 3 глава 23 стих Написано Потому Что Все Согрешили И лишены Славы Божьей Это Есть Правда Я Согрешил Я Не Могу Получить Славу Божию Но Если Мы Читаем 24 Получая Оправдание Даром По Благодати Его Иисус Простил Нас И Мы Стали Оправданы Оправдание Получили По Благодати Искупление Во Христе Иисус Если Иисус Сказал Что Мы Так Если Иисус Сказал Мы Праведные А Господь Сказал Что Мы Праведные Нет Господь Не Прав Мы Неправедные Я Грешник Это Это Значит Человек Не Принимает Слово Бога Я Грешник Но Я Праведный Хотя Я Грешник Но Если Господь Говорит Что Я Праведный Значит Я Праведный Когда Это Слово Попадает Наше Сердце Оно Побеждает Мои Мысли Оно Находит Место Моем Сердце Тогда Я Могу Сказать Что Я Праведник Но Если Это Слово Не Останавливается Моем Сердце Тогда Я Не Могу Сказать Что Я Праведник Я Говорю Что Я Грешник Если Это Слово Мы Принимаем Тогда Мы Становимся Праведниками Это Слово Это Душа Иисуса Но Посредством Слова Сердце Иисуса Перетекает В Мое Сердце И Когда Слово Иисуса Ведет Мою Жизнь Когда Семя Иисуса Попадает В Мое Сердце Тогда Оно Создает Форму Которая Подобна Иисусу Когда Это Слово Попадает В Мое Сердце Посредством Слова Иисуса Знаете Что Происходит В Мое Сердце Перетекает Сердце Иисуса Его Сила Переходит В Меня На самом деле Многие Люди Когда Верят Слово И принимают Тогда Иисус И Господь Может Действовать В них Я Знаете Когда Из Крисмас Кантаты Я Поехал В город Чинджу И тогда Я должен был Ночевать Остановиться В церкви Чинджу Но Рядышком Была Церковь Хапчон И Пастор Служитель Церкви Хапчон Пригласил Пастор Приезжайте К нам Пожалуйста Я Подумал О Да Мне Нужно Поехать И Сегодня Ночевать В Хапчоне После Мероприятия После Рождественской Кантаты Мы Закончили Все И Около Двенадцати Часов Ночи Мы Приехали В церковь И Утром Я Проповедовал На Собрании Где-то Тридцать Сорок Минут Я Проповедовал Но Одна Женщина Подошла Ко мне Сестра Она Плакала Пастор Я Больше Не Смогу Жить Уже Двадцать Три года Она Была В браке Со Своим Мужем Где-то За Три Года Он Не Пил Но После Этого На протяжении Двадцати Лет Он Пил Каждый День По Десять Бутылок Лисовой Корейской Водки Он Пил Поэтому Она Очень Страдала Она Страдала Потому Что Им Приходилось Убирать Эти Бутылки Потому Что Он Раскладывал Свои Бутылки И В спальне И Перед Дверью Везде Он Он Просто Выбивал И Бросал И Бросал Где попало Я Надумала Больше Я Не Смогу Жить С Этим Мужчиной Поэтому Со Слезами Она Пришла Ко Мне Когда Я Сказал Этой Сестре Не Плачьте Сестра Завтра Утром Вы Приводите Своего Мужа Она Пришла С Своим Мужем Утром Но Когда Муж Ее Остает Утром Он Две Бутылки Выливает В стакан Знаете Это Очень Крепкий Напиток И Он Выпивает Обычно Этот Накупный Напиток Пьют Из Маленьких Рюмок Но Он Большой Стакан Налил И Выпил То Он Утром Выпил Две Бутылки И Пришел На Встречу Со Мной Я Открыл Библию Я Прочитал Послание К Евреям 10 Глава 14 И Он Одним Приношением Навсегда Сделал Совершенными Освещаемых Я Рассказывал Об этом Слове Ему Что В Библии Написано То Что Одним Приношением Навсегда Сделал Совершенными Освещаемых Брат Вы Спасен Да Я Спасен Вот Здесь Написано Что Вы Совершенный Вы Совершенный Нет Я Не Совершенный Но В Библии Написано Что Вы Совершенный Вы Совершенный Нет Я Не Совершенный Брат Библия Права Или Твои Мысли Библия Говорит Правду Если Библия говорит, что совершенный, значит, ты совершенный, нет? Да, это правда. Ты совершенный? Нет, я не совершенный. 20 минут мы воевали с ним, он совершенный или нет? Да, твои мысли говорят, что ты не совершенный, а слово говорит, что ты совершенный. Твои мысли правы или слово Бога? Слово Бога, правда. Тогда ты совершенный. Нет, я не совершенный. Таким образом, 20 минут мы спорили. Брат, посмотри внимательно. Брат, Бог сказал, что ты совершенный. Ты совершенный или нет? Бог никогда не обманывает. Написано непременно, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. И когда ты веришь, ты послушай. Да, вот ты выпиваешь. Потом ты поставил стакан с водкой. О, хотя я выпил сейчас. Но Бог сказал, что я совершенный. Я совершенный. Вот так ты верь. Слово Бога. Ты выброси свои мысли. Ты верь просто в Слово. Когда прошло 20 минут, когда брат сказал, я совершенный. Почему? До сих пор он верил в свои мысли. Хотя Библия говорит, что он совершенный. Ну? А, нет, я выпил, поэтому я несовершенный. Он доверял в свои мысли. Но в тот день впервые этот брат сказал и поверил в то, что он совершенный. Он сказал, я сказал, брат, приезжай в месельскую школу. Тогда все насмехались. Но знаете, удивительно. Он поверил в этот факт. Это Слово, Слово Бога. Это Слово попало в него. И оно воевало и выгнал все мысли. На следующее утро он вылил две бутылки в стакан, выпил в стакан. Так он начинал свой день. Но знаете, удивительно. Он перестал ощущать мысли, что он хочет выпить. Он перестал пить вообще. И он стал очень известным в Хапчоне. Он стал очень известным. Потом он поступил в месельскую школу. И когда были очень трудные моменты, он исчезал. Да, он был в Хапчоне. Снова он выпивал. Я сказал, приезжай назад. Да, ничего страшного. Но все равно, хотя ты выпил, Господь сказал, что ты совершенный. Где-то два или три раза вот так он убегал. Он совершенно отдалился от выпивки. Да, вы знаете, столько раз пытался бросить пить. Но это очень мучило его. Это все время преследовало. Но он, знаете, никогда не смог бросить пить. Но когда он принял Слово Иисуса в свое сердце, очень удивительно, что Слово Иисуса выиграло все мысли о выпивке из его сердца. нашей жизни. Знаете, такая жизнь, которую я имею, я очень благодарю. Около миллиарда людей послушали наше Слово. Мы не можем даже проверить точное количество. Но очень многие люди написали свои свидетельства и комментарии. когда мы проводили пасхальное служение. На пять языков мы транслировали на корейском, на китайском, на английском, французском и испанском. У нас есть сестра, которая говорит, которая переводит на испанский. Она переводила это служение на испанский язык. И все время она видела, что пишут люди свидетельства. Говорят, что 4000 получили спасение в тот день. Да, именно слушая испанский язык. И также другие пять языков. Если в одном месте 4000, тогда если умножить просто на пять языков, по 4000 это 20000. Только вечером. Да, вечером мы... С утра до вечера этот день был. Мы даже не можем все просчитать. Я был грязным, разращенным человеком. Я не понимал, как такое может быть. Также и в этот раз мы должны были готовить мирный лагерь World Camp. Потому что мы проводим это каждое лето. Но нам не разрешило правительство из-за коронавируса. Нужно быть очень осторожным. Мы предложили, давайте по Zoom сделаем. 54 миллиона людей зарегистрировалось. Со всего мира люди участвуют даже, но количество такое, как все население в Корее. и сегодня я зашел в некоторые академии. Я посмотрел, как проводится академия. Очень интересно подготовили такие академии. Я думаю, когда такие люди были у нас в церкви? я был очень удивлен. И также я смотрел, что было выступление музыкальное, очень прекрасный уровень. в этот раз в Нью-Йорке говорят, что сочинили песню «Ай-Вайф». я послушал ее. Я искал, очень хорошая песня. И можем ли мы зарегистрировать это как наша песня «Ай-Вайф»? Да, нам нужно выучить до завтра еще песню «Ай-Вайф». Да, и сказали, что отправят. Я был очень счастлив. То, что мы даже представить не могли. И этот человек, 38-летний человек, 38-летний больной, он стал не потому, что он был умным или добрым. Он принял Слово Иисуса, поэтому он смог встать. Будь добрым. Не играй в азартные игры. Не занимайся наркотиками. Это не помогает. Слово Иисуса, когда попадает в наше сердце, когда Иисус зашел в храм Иерусалимский, вот там лежит корова одна, а вот здесь овечки бегают, а тут голуби еще летают. И он бичом выгнал всех. Это было его сердце. Да, если какие-то отчаяния или переживания волнения, страхи, ошибки, Иисус все выгнал. Он вот так, бум-бум, он выгоняет. тогда коровы побежали оттуда, и овцы, тогда он очистил храм. Тогда Иисус попал, пошел в храм. Точно и так же, слово Иисуса, когда входит в наше сердце, оно выгоняет все, что есть в нашей душе, страхи, проблемы, переживания. Господь Иисус дал мне такое сердце. Я за это очень благодарю. Насколько эта женщина взятая при любодеянии, переживала. Насколько ей было страшно. Насколько она боялась. Но когда Иисус вошел в ее сердце, тогда все страхи отдалились. Все ушло. И тогда она была наполнена благодарностью Иисусу. и она возвратилась к себе домой. Слово Иисуса это есть сердце Иисуса. Если сердце Иисуса попадает в ваше сердце, тогда оно выгоняет страхи и переживания, зло и ненависть. И остается только один Иисус. Тогда мы можем жить очень светло и счастливо. В Евангелии Та Иоанна написано, люди, которые, приняв слово, все изменились. Какое бы слово ни было, мне главное нужно выбросить свои мысли. И если это слово останавливается в моем сердце, тогда вы начинаете изменяться и становиться таким же, как Иисус. Аминь. Давайте помолимся. Господь, я сблагодарю Тебя. Закон Мой вложу в сердца их и беззаконие прощу их. И грехи не воспоминут более. Господь, Ты дал нам свое сердце. зло и ложь. И то, что Сатана делал и вкладывал в наши сердца, это выгнало слово, которое попало в наше сердце от Иисуса. Господь, оно дало нам мир и радость, благодарность. Господи, все, кто участвует в ВВФ фольткэмп, Ты дай, чтобы они имели зло в своем сердце, чтобы Иисус попал в их душу. Ложь, зло, ненависть и разочарование все оно могло выгнать, чтобы мир от слова, чтобы радость от Иисуса наполнила наше сердце. Господь, благодарим Тебя и прославляем. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok